Ребята, всем привет! Начинаю свой влог с вкусных роллов, покебола и Леночки. Лена приехала из Берлина, я когда была в Берлине, мы познакомились, я позвала своих девочек, кто читает мой YouTube, смотрит, Леночка. Но я не люблю так, когда встреча с подписчиками, это как-то не знаю. Ну, с девочками, которые меня смотрят, я так больше люблю. Лена приехала в Киев, я очень рада встрече с тобой. Расскажи, почему тебе нравится в Киев? Прекрасно. Да, Лена в Кедре сегодня сделала себе накрутку такую прикольную авто. Да, кстати, благодаря тебе я шпракет на сло. Да. Мне нравится очень, кстати, я спросила, что я с Киевома. Дочка полезной информацией, Денис, я благодаря тебе стала и подсадила всех своих подруг и маму на тахини и салаты. На тахини, да, очень вкусно. А, я стала делать фуркумалат. Да. Это класс. Киев очень нравится. Он такой душевный, очень красивый. Да. У меня очень какая-то хорошая атмосфера, да? Какую тварь. Да. Лена просто приезжает из Берлина в Киев. Для меня это всегда странно, когда кто-то приезжает в Киев. Все пытаются у нас уехать из Киева. Мы, кстати, даже встречаемся с наружными, с людьми в Германии. Да. Представляете, вот у Лены подруга, которая живет тоже в Германии. У них место встречи это Киев. А вообще ты из России, да? С какого города? Челябинск. Челябинск? Привет. Передай мне привет Челябинскому. Так что у нас сегодня такой пранч. Я немножко затянула со вчерашним блогом, поэтому сейчас сижу за компьютером еще параллельно. И мы встретились с моим любимым пусикетом. У нас сегодня еще и угощают пусикет. Сейчас я следующее немножко погуляюсь по помещать. Можно помещать Киев? Да, но давно. А, давно. Да. Можно еще в этот раз? Сегодня нет. Я хочу завести тебя в один организм, который называется «Вси СВИ». Это цифрентского бренда «Бестанин». Ну, для меня самый лучший подарок – это чай. Ну, Лена-то не знает. Ну, это мой самый любимый чай с лавандой. И вербиной, да? Да, он на самом деле продается в каждом ДМе. ДМ – это такой, как бы, косметический супермаркет. У них есть своя такая био-коллекция. А второй, я знаю, что ты говорила мне в прошлый раз, что ты любишь с имбирем. Да, и с лимоном. И с лимоном, да. И это био-имбирь, био-лимон, то есть все такое полезненькое. Я не знаю, что это за... Вот я эти бренды вообще никогда не увидела. Да, я думаю, что их нет на iHerb, это немецкие бренды. Да, на здоровье. У нас в Киеве в плане шоппинга все очень скромно. Неправда. Почему? А что тебе здесь понравилось? Мне здесь нравится, кстати, Кочаровская с сумками. Я, правда, в этот раз ничего не купила. Кочаровская, у них не очень хорошая фурнитура. У меня две сумки, которые облезли с фурнитурой, поэтому... А если она с любви? У них вот эти сумки обалденные. Это Вербена. У них очень классное качество. Куда? Они есть здесь, можем зайти с тобой. На Городенского. Да, прогуляемся туда, там еще более. Вербена, кстати, обалденный бренд. Они мне не платят, я сама у них покупаю сумки. Так, они, смотри, они мне даже не... Они мне инициалы, видишь, сделали. Я не сумку. Да. Так я их отмечаю на фурфах, все время думаю, блин, сделали бы мне хотя бы под подальше. Давай их тоже отмечут, скажи, что inspired by... Лера. Лера. В Киеве в плане шоппинга все очень скромно. H&M, Zara, ну, типа, типичная масс-маркет бренда. Мне очень не хватает в Киеве. Uniqlo, NASA Stories. Это все свои. Это... Я приеду, я обязательно приеду. 60 евро. Киев-Берлин прямой? Серьезно? Жулянные. А это же вообще в центре города. Да, да, да. Так, идем. Ой, смотри, какие-то появились ароматы для дома даже. Тут и сумки, и обувь. Ну вот, я думаю, что тем, кто как бы не из Киева, ребятам интересно было бы такое посмотреть. У нас многие бренды отказываются от натуральной кожи, якобы из гуманных побуждений. Но я думаю, что это скорее всего больше с точки зрения это дешевле. Ну что? Да? Да. Прикольный такой жакетик. Бренд какой-то By Me. А вот, кстати, помните, я вам показывала недавно у себя во влоге, мне кажется, это все-таки этот бренд. Как он называется? Да, это вот мой костюм этот шерстяной. Помните, я недавно вам показывала с юбкой? Джуль. 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 Симпатичный костюмчик такой, жакетик. By Me какой-то называется. 2,300 стоит жакет. Здесь очень большой выбор пальто теплых. Вот если вам нужно теплое пальто, то на Крещатик все свои украинские бренды шьют классное пальто. Вот я еще померила такой светлый гольф. Мне нравятся эти ручки, вот такие, типа как спортивный топ. И прикол его кроет, то что он как будто наизнанку, видите, пошит. То есть швами швы торчат. Вот такие необработанные. Мне нравится собранное такое тоненькое горлышко. Неплохой гольфик стоит он 800 гривен. Это украинский бренд какой-то. Никогда я раньше не видела его. Сейчас еще хочу пальто и жакет померять. Прикольно молочного цвета. Я не люблю сочетание белого с молочным. Но здесь вроде даже неплохо смотрится. Брать, то есть без этой дырки носить. Вот так. Прикольно такой жакетик. Он теплый, то есть укороченное пальто-жакет. Поднялись с Леной сфотографироваться. Здесь очень красивая локация такая. В этом здании у нас находится Зара. А здесь какие-то, кстати, вот заведения. Туристы их очень сильно любят. Здесь, кажется, это называется Мушли. Я не помню, короче. Там какие-то дешевые хот-доги и налив. Я просто не особо вот сюда хожу. Я знаю, что туристы очень любят. А здесь какие-то мидии, креветки. И кажется, все по одному евро. То есть 30 гривен. Да, да, да. Кстати, что мне нравится очень в Киеве, что очень много таких кофейных мест. Как кофе-клэн. Да, очень много. У нас вообще в Киеве кофе, это прям вот везде. Кофе очень вкусный, да. Очень вкусный. Я просто кофе не пью. Я вкус люблю. Но мне его нельзя. Потому что у меня кофеин. Мне нельзя кофеин. Но у нас в Киеве шикарный кофе. Если еще разбираться в местах, так вообще. Маленькие штучки продают плэтфай. Да, да, да. Не везде даже не все знают, что такое плэтфай. Я каждый раз объясняю. Да. Мы поскочили в Зару. И мне вот понравились на сайте вот эти вот кожаные, кожаные осили. С каким-то свитером носилым. Смотрите, какой у нас бардак всегда в Заре. Вот такое вот творится у нас в магазинах постоянно. С длинным, теплым каким-то дежурным свитером. Но это на мне размер HL. В М-ку у меня просто ноги даже не влезли, чтобы вы понимали. Здесь есть такой замочек. Девчонки, смотрите, сейчас померила черные. Они вот прям... Нам с Леной очень понравилось в союзе. Они клешевые. Это уже М-ка. Белые были L-ка. Мне кажется, даже с этими ботинками неплохо, правда? Я как раз сегодня еду на какую-то байкерскую вечеринку. Меня пригласили, я смогу их одеть. Вместо джинс. Нет, а сайт это просто тебе, потому что тебе не видно. А целлюлит не видно? Наш киевский ЦУМ. Леночку веду. Показать Лене ЦУМ. Потому что очень долгое время он был таким советским универмагом, которым продавались какие-то статуэтки старые, такое вышиванки дешевые. А сейчас это прям такой очень модный магазин в Киеве. И все сюда ездят на шопинг. Да. Мы зашли в Джамалон. Тут, кстати, лимитки какие-то остались. Нет, спрей для волос. У нас сейчас как-то английская туша Фрэйзи. Ну, дальше... Фрэйзи. Ну, этот классный. Я тоже, кстати, думала насчет покупки этого аромата. Такие красивые, конечно, все эти баночки. Вот Джамалон вообще. Вот где для душа 900 гривен. Вам покажу ценники. Очень много ароматов есть. Массионы для тела. Еще один из ароматов, который я себе хочу, это Досон Диптик. Ты знаешь, что это аромат, Лен? Да. Правда классный? Ой, такой хороший. Да. Прям такой нежненький. Нежненький. Он очень похож на Гуччи Блум, который я всем советую. Все время думаю, тоже... Мне подойдет этот запах, да. И он такой, знаешь, очень дорогой. У нас здесь корнер Байреда. И эстетика, да, такая красивая у бренда очень. Вот так же, как у Джамалона, да? Да, очень так лаконично. Потом показываю типичный. Вы меня просите чаще показывать Киев. Ну, я тебя всегда вижу. Да. Ну, и Лена, да. Ну, и вообще девчонки часто пишут. Вот он, типичный такой старенький Киев. Старенькие домики, узенькие улочки. Нравится? Очень. Да. А сколько раз ты была в Киеве? Раз пять, да. Для меня это вообще шок просто. Шок-контент. Тебе же здесь тоже нравится? Ну, нравится, да. Нравится, но я все равно, знаешь, я бы сейчас вот хотела быть в Берлине, например. Мы полетели. На самом деле, если бы я не боялась летать, я бы, наверное, путешествовала чаще. Потому что, ну, мне, чтобы куда-то поехать, это мне надо как-то с кем-то. Да. Я сама вот, я не представляю, как ты приехала, я не представляю так приехать. Мне страшно. То есть чужой город. Я почему-то боюсь. Живычка, ну, конечно. Не знаю. Несколько раз. Ну да, но надо сделать этот первый полет самой, и тогда уже... Помнишь, мы с тобой говорили, что вкусный кофе, много напитков, праздников. Да. Еда, кстати, очень вкусная. Еда очень вкусная. Куда бы не пришел, везде будет вкусно. Куда бы не пришел, будет вкусно. Ну, не везде, но в основном, да, и очень хорошее обслуживание у нас. Несмотря на наш небольшой казус сегодня, который случился. Да, потому что нас угостили обедом, было очень приятно. Да, у нас сегодня угостили в Кусакете. Да. Ребята, спасибо вам. Да. Спасибо очень. Обслуживание. И, ну, не знаю, как-то люди такие очень милые. Мне всегда такие хорошие таксисты попадаются. Да. Они со мной начинают шить из-за жизни, чтобы прослаться. Да, все время, да. У нас это классика. Я в основном в такси люблю послушать музыку, но таксистам у нас такие балакучие дужи. А что ты меня сегодня спрашивала, полуныца или что? Да. Что такое? А, ну, то, что я клубника, да? Клубника, полуныца, да. Все бьюти-услуги. Да. Вот я сегодня, когда к девочкам пришла в кедр, я еще параллельно попросила меня накрасить, и они меня тоже накрасили. Это все было одновременно, и мне кажется, это классно. Да, и маникюры у нас хорошие делают очень. Да. Я, кстати, пойду, держу. Пойдешь, да? Субтитры сделал DimaTorzok Мы просто с Кленой обсуждаем тему трендов, и я считаю, что очень важно, чтобы тебе нравился этот тренд. И жемчужных заколок. Да, вот мы сейчас жемчужную заколку обсуждаем. Вот мне эстетически она нравится. И неважно, модная она сейчас, не модная. Я буду ее все равно носить, потому что я вижу, что я в ней смотрю с гармоничью. Да. И в первую очередь это должна быть гармония, а не тренд, который кто-то там написал и считает это модным. Самое хутое, это когда тебе красиво, тебе в лицо вот у меня классные земчужные сережки. Да. Для меня? Да. Мы настолько с тобой как-то, мне кажется, по темпераменту чем-то похожи. Правда, вот такие расслабленные, спокойные. Нервничаем иногда очень сильно. Иногда нервничаем, иногда даже с ручки трясутся, панические атаки бывают. Ну, это такое, периодически. И вот в основном все девочки, которые там вот подходят ко мне где-то, знакомятся со мной, ну, как-то с блогером, смотрят меня, ну, очень похожи с вами реально по темпераменту. Ко мне еще ни разу не подошла девушка, которая бы чем-то со мной, скажем так, как слово правильно, диссонировала. Диссонировала. Диссонировала, наверное, да. Вот, поэтому вот реально вот я чувствую, что вот все, кто смотрит меня, кто ко мне подходит, кому я нравлюсь, кому я импонирую, и мы с вами как-то похожи даже по темпераменту, по характеру, что ли, не знаю. Класс. Сейчас день просто вообще настолько замечательный. Такая классная погода. Еля. Я просто обалдею. Наслаждаюсь своими чаечками. Сейчас меня, кстати, Лиза заберет, и мы поедем с ней на какую-то актовечеринку. Девочки, смотрите, это этот Листерман, который, как он? Петя Листерман, да, он типа сводит. Петя Листерман, который находит богатых женихов, простит. Мы поэтому за ним и есть. А если тверк, можно? Отверк можно? Ну, конечно. А денег дадут за это? А если там попросите хорошо изначально, перед тем, как начнете свое действие делать, то я думаю, что они дадут. Ну, сказать, что реально нужно на новую сумку там из... Вам необходимо, а все остальное. Вы что, меня снимаете? Да. Из Парфуа, знаете? Хорошо. Знаете такой магазин Парфуа? Нет, не знаю. Сумка из Парфуа. Лиза, я тверкаю на сумку из Луи Веттона, а не из Парфуа. И что, где с Луи Веттон, зай? Дома. Значит, тут есть чувак. Давай, говори вот сюда, чтобы все было. Здесь есть чувак, у которого 36 автомобилей, и 4 из них Rolls-Royce. Где он? Будем искать. Мы ищем. Лиза, ты говорила, богатые мужики будут. Что-то я их не вижу. Где они? Что я сюда перлась? Что, что, блядь, перлась? Я тебя привезла, ты уже... Хотя тачки, ничего, такие. Бешечки какие-то стоят. Лиза, приехали на автомобильную пати. Мне только что взяли интервью. Все, на чем я приехала. Я говорю, я приехала на такси, а уеду. Сейчас как тверкать очнусь. А, еду сошку. Ребята, сегодня у нас есть новая пати. Тоже, следующий день. Сейчас буду загружать вам видео. Вот, заварила себе чаек, который мне Лена привезла. Так пахнет классно вообще. Лимон, имбирь, все, что я обожаю. Сделала себе безглютеновые панкейки такие. Правда, они не очень красивые формы. Хотела с вами попрощаться, сказать вам спасибо за эту неделю, которую мы провели с вами вместе. Мне было безумно приятно получать ваш фидбэк, ваши комментарии, ваши мнения. Вообще, то, что вы уделили мне время, провели его со мной, мне очень-очень приятно. Вот. Так что лайк, комментарий, если вам понравился такой формат. И, возможно, мы будем делать такие недели регулярными.